Здравствуйте! Уважаемые коллеги и участники конференции, меня зовут Анкита Гафте. Я студентка 46-й группы, 4-го курса по программе English Media. Тема моего доклада – вакцинация против ковида в Индии. Что такое COVID-19? Коронавирусная болезнь 2019 года COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызываемое тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса 2, SARS-CoV-2. Первый случай заболевания был въявлен в Вухане, Китай в декабре 2019 года. Симптомы COVID-19 варьируются от легких симптомов до тяжелых болезней. Общи симптомы включают головную боль, потерю запака и вкуса, заложеност носа, иринерию, кашель, мишечную боль, бол в горле, лихаратку, диарию и затрудненные дихания. Первый случай в COVID-19 в Индии, который был привезен в Китай, был зарегистрирован 30 января в 3 суре. 3 февраля было зарегистрировано уже три случайа. Все больные были студентами вернущимся из Вухана. По состоянию на 18 марта 2021 года было зарегистрировано по крайней мере 11 438 700 подвержденных случаев заболевания COVID-19 и по крайней мере 159 000 человек умерли. В стране с таким огромным населением шаги по предотвращению инфекций неизвестны. Почему важна вакцинация? Вакцины COVID-19 обеспечивают защиту от этой болезни в результате развития иммунного ответа на вирус SARS-CoV-2. Развитие иммунитета с помощью вакцинации означает снижение риска развития болезни и ее последствий. Этот иммунитет помогает вам бороться с вирусом, если он подвергается воздействию. Вакцинация может также защитить людей вокруг вас, потому что если вы защищены от заряжения и от болезни, вы с меньшей бюро ясности зарядки кого-то другого. Это особенно важно для защиты людей с повышенным риском тяжелых заболеваний от COVID-19, такие как медицинские работники, пожилые люди, а также люди с другими заболеваниями. Роль Индии в разработке вакцинации. Имя второй по численности населения и одной из крупнейших фармацевтических производственных мощностей в мире, Индия играет центральную роль в успехах по вакцинации против COVID-19. В Индии были одобрены две вакцины для использования в вакцинации COVID-19. Они называются COVID-19 и COVID-19. Оба вакцины вводятся в двух дозах с интервалом от 4 до 6 недель. Оба вакцины показали 80% эффективность. О ко-вакцины. Ко-вакцины – первая отечественная вакцина Индии против COVID-19. Он был разработан компанией Барат Биотек в сотрудничестве с Индийскими Советом Медицинских исследований и Национальным институтом вирусологии. 21 января Ланцет опубликовал данные первой фазы испытания ко-вакцина, дав ему зеленый цвет для безопасности и заявил, что он генерирует адекватный иммунный ответ. Как работает ко-вакцина? Ко-вакцина – это инактированная вакцина, которая означает, что она состоит из убитых коронавирусов, что делает ее безопасной для инъекции в организме. Барат Биотек использовала образец коронавируса в отделении Индийскими Национальным институтом вирусологии. При введении иммунной клетки все еще могут распознавать мертвый вирус, побуждая иммунную систему выработать антитела против пандемического вируса. Два дозы вводятся с интервьюлом в четыре недели. Производитель и регулятор лекарств защищали ко-вакцина, говорят, что он безопасен и обеспечивает надежный иммунный ответ. О Ковишилде и как это работает? Ковишил – это индийская версия вакцины Оксфордовского университета Астразенека, изготовленной Институтом Сиворотки Индии. Как работает Ковишил? При введении вакцины векторный вирус дает спайкой белок SARS-CoV-2. Этот белок находится на поверхности вируса, вызывающего COVID-19. Этот белок не делает пациента больным и благодаря этому процессу организм способен построить сильный иммунный ответ против спайкой белка. Как будет проводиться вакцинация в Индии? Изходят из потенциальной доступности вакцины. Правительство Индии выбрало приоритетные группы, которые будут вакцинироваться в приоритетном порядке, поскольку они подвергаются более высокому риску. Во первую группу входят медицинские работники, врачи и медсестры. Вторая группа включает в себя сотрудников полиции и другие лица, которые находятся на переднем крае борьбы с COVID-19. Третья группа – это люди старше 60 лет и лица во возврате от 45 до 59 лет со заболеваниями. Вызывает ли вакцина какие-либо побочные эффекты? Как и любая вакцина, вакцины COVID-19 могут вызывать легкие побочные эффекты, такие как низкая температура, боль или покраснение в месте инъекции. Большинство реакций на вакцины являются умеренными и проходят в отечении нескольких дней самостоятельно. Более серьезные или длительные побочные эффекты вакцины возможны, но крайне редки. Вакцины постоянно контролируются. Из-за боязни побочных эффектов некоторые люди не решаются принимать вакцины, потому что правительство запустило COVID. Это приложение для мобильных устройств позволяет людям регистрировать и сообщать о любых побочных эффектах после вакцинации, чтобы получить им оперативную медицинскую помощь и лечение. Чтобы подбодрить население Индии, президент и премьер-министр Индии сделали прививки. Такими шагами правительство Индии мотивирует людей участвовать в кампании вакцинации. Пандемия COVID-19 нарушила нормальную жизнь людей. С дальнейшими улучшениями мы надеемся добавить COVID-19 в список заболеваний, которые утекаются из-за использования вакцинации. В конце концов, профилактика лучшей лечения и вакцинации выявляются одним из важных шагов в профилактике COVID-19. Это моя библиография. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо за внимание.